Мы часто в программе рассказываем о новых строительных технологиях и материалах, которые появляются на рынке. Но важно не только как и с чего строят, но и чем. В Москве прошла крупнейшая в стране выставка строительной техники, на которой были представлены новейшие разработки российских предприятий. В 2014 году доходы 50 крупнейших мировых производителей строительной техники упали на 2,6% до 159 млрд долларов США. Причиной тому эксперты называют спад экономики Европы и сокращение объемов строительства в Китае. Сегодня ситуации понятные и стабильные. А уровень замещения и импорт замещения, он вот представлен здесь, посмотрите. Сегодня соотношение отечественной и импортной спецтехники на российском рынке эксперты оценивают приблизительно 50 на 50. Это при том, что еще по итогам 2013 года импорт играл главную скрипку в этом направлении – 76%. Во многом ослабление курса рубля сыграло на руку российским производителям. Зарубежная техника буквально взлетела в цене. Но с другой стороны уменьшилось и количество покупателей, ужесточилась борьба за клиента. Безусловно, есть падение продаж. Но я бы хотел отметить, что при этом падении продаж у нас нет потери доли того объема, который мы продавали. Мы в штуках стали продавать меньше, но свою долю мы сохраняем. Наша доля на рынке на сегодняшний день по итогам работы за 4 месяца в нашем сегменте полноприводных автомобилей 37%. Прошлый год мы закончили с долей в 31%. Похожие ситуации в сегменте специальной техники. Несмотря на колебания курса валюты, иностранные производители с рынка уходить не собираются. Отечественные заводы противопоставляют им машины, собранные полностью из российских комплектующих. При этом говорят, что полностью на своем ресурсе конкурировать с импортными производителями сложно. Естественно, нужна поддержка государства, чтобы государство, прежде всего, в тех закупках, которые проходят через федеральные и региональные бюджеты, делали оценки именно на российской технике. Несмотря на общий спад строительного рынка, объемы дорожных работ в этом году не уменьшатся. Именно на это направление собирается ориентироваться большинство производителей. Однако и здесь есть определенные нюансы. Безусловно, это дает возможность для отечественных производителей начать наращивать производство или, может быть, осваивать какие-то механизмы, которые ранее не состояли в их линейке. Исходя из этого, производитель, который желает нарастить производство, сталкивается с двумя проблемами. Высокий курс валюты, а стоимость оборудования, как правило, номинирована в валюте, имеется в виду для производства тех же машин. Ну и, собственно говоря, недоступность кредитных ресурсов. Решить эту проблему отечественным производителям должен помочь Минпром. Благодаря приоритетным программам по импортозамещению, компании могут получить финансовую поддержку. Кроме того, совместно с Министерством строительства и ЖКХ ведомства прорабатывают и другие формы поддержки отрасли.